И Дмитрий Ковалев восстанавливает разрыв в счете. И опять-таки быстрый гол в исполнении Александра Шкуринского. Очень хороший, быстрый, резкий бросок в ближний угол. Не успевает Павленко сместиться. Ну, Александр Шкуринский, уже можно говорить, что он игрок опытный. Вчера два важнейших гола в полуфинале в концовке забил. И Саша Шкуринский сокращает разрыв. Семь дают. Нет, не дают. Все-таки правильно. Все-таки забивают. Мы все-таки видим, как Стив настроен. И скамейка поддерживает своих партнеров. И главный тренер практически не присел. Он находится постоянно в игре. Такое впечатление, что его и сейчас можно выпустить на площадку. Гигант Краснодарский. Давно. Тоже, кстати, молодой игрок. Воспитанник Краснодарской школы гонбола. Ну, 2 метра 7 сантиметров. Давнее не было у нас гонголиста в таким ростом. Да, молодой, перспективный. Может быть, кто знает, мы увидим его когда-то в составе сборной на этой позиции. Ну, еще один. Саша Шкуринский с мясом, как говорится, вколотил. Такой серьезный мяч сдалека. Ну, а Саше уже, наверное, не скажешь, что он молодой. Но вот то, что он перспективный для сборной страны. 95-го года рождения, 21 год. Ну, как бы, не место в турнировой таблице. Да, соглашусь, ведь давно по итогам основного этапа Скиф не занимал 3-й километра. Ну, мы видим, и команда молодая. Практически все полетело. Никуда не денешься, на него нужно выходить. Выходишь, естественно, разреженные зоны для игроков передней линии. Естественно, опытная команда Чехова моментально это чувствует и это использует. Да, согласен с вами. Ну, а сейчас Александр Шкуринский. Который в настоящий момент отдыхает. Ну, понятно, что Виталий Иванов сам относительно недавно Александр Шкуринский я выгоден прервать свою глубокую высоту. Потому что очень хороший бросок такой мужской, с хорошим набеганием. Ну, какие ошибки. Ну, смотри, давай разберем этот момент. Корни. Там Иван Пасенов, да, на правой фланге. И Шкуринский. Не могу воздержаться, кижданец. Тихо, тихо. Саша Шкуринский с неудобной ныти. Справой толкает. Дальний угол. Очень хорошим броском завершает эту атаку. Молодец, Даня. С правой ногой толкнулся. Уважаемые зрители. Вяжет его Александр Котов. Шкуринский. Саша продолжает сомнировать, конечно. Вот где проявляется дух лидера и дух по-настоящему человека, который ведет за собой команду. Молодец, Александр. Уже четыре мяча преимущества Краснодарского Скифа. Опять не разбирается. Ну, линейные уже. Нормально. Нет, взял тайм-аут, все разладилось. Это уже тренерская интуиция. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, конечно, не без доли везения. Александр Шкуринский увеличивается. Минута до конца. Браво. Итак, Стив, обладатель почетного трофея, победитель финала четырех в контакте Кубка России имени Александра Борисовича Кровикова. Наверное, самое высокое место во внутрироссийских турнирах, которое заняла команда за всю свою историю. Лучшим игроком финала признан Александр Шкуринский. Стив Краснодар. По праву. С одной стороны, жаль, что Саша уезжает из Краснодара, покидает ряды Скифа. Он перебирается в команду ДГК Брестского гонбольного клуба имени Мешкова. Там будет выступать в Лиге чемпионов. Рядом со мной лидер команды Скиф Александр Шкуринский. Лучший игрок финального матча Кубка России против Чеховских медведей. Скиф стал обладателем трофея. Я поздравляю Александра с этой победой исторической. Знал ли ты, что это первая победа Скифа над Чеховскими медведями с момента образования Чеховских медведей? Знал, конечно. Перед каждой игрой с медведями нам об этом, ну, наши аташеи указывают, что еще за сколько там, 50 встреч мы ни разу не выигрывали. И очень приятно, что сегодня как раз-то трофей, и он останется у нас. Мы очень счастливы, что выиграли наконец-то. Спасибо болельщикам большое. Какие сейчас эмоции испытываешь? Что сейчас внутри происходит? Пока еще, может, не совсем понимаю, но я сейчас просто очень счастлив и очень хочу отдохнуть. Устал нереально просто. За счет чего сегодня Скифу удалось преподнести сюрприз, сенсацию и отобрать трофею Чеховских медведей? Мы настроились, в принципе, неплохо. И самое главное, что это наши болельщики. Они нас гнали, поддерживали весь матч. Благодаря им, я думаю, у нас все получилось. Чеховских медведей считали фаворитом матча. Вы верили перед игрой, что все-таки сможете одолеть 15-кратных чемпионов России? Я немножко, честно говоря, верил. Но, блин, не знаю, как получилось. Так вышли сегодня, все сошлось у нас. Все нам помогали, все хорошо. И мы, наконец, выиграли у них. Спасибо большое. Это был Александр Шкуринский, игрок команды Скиф после финального матча ВКонтакте финала 4-х Кубка России по гандболу. Скиф сегодня обыграл чеховских медведей со счетом 30-29.